Тропический лес Амазонки является огромной экосистемой, которая представляет собой среду обитания таких странных и удивительных существ, как ягуар, лягушки, древолазы и василиски. Однако, лес является местом обитания не только тех существ, которые рыщут, бегают или ползают в его дебрях. В глубинах реки Амазонки, самой крупной реки в мире, обитают настолько удивительные и страшные существа, что по сравнению с ними, фильм «Челюсти» кажется приятным и расслабляющим плаванием в океане. Итак, самое опасное существо, которое живет в реке Амазонка – черный кайман. По сути, черный кайман является аллигатором на стероидах. Черные кайманы могут вырастать до 6 метров в длину. У них более крупные и тяжелые черепа, чем у нильских крокодилов, и они являются высшими хищниками в водах реки Амазонка. Это означает, что они в принципе являются королями реки. Они едят все, что попадает им в зубы, включая пираний, обезьян, пресноводных окуней, оленей и анаконд. Ах да, стоит отметить, что они без разбора нападают на людей. В продолжение темы о гигантских рептилиях представляем вашему вниманию самую крупную змею в мире, обитающую в реке Амазонка. Несмотря на то, что длина тела сетчатых питонов может быть больше, анаконды гораздо тяжелее. Самки анаконд, как правило, больше, чем самцы и могут весить до 250 килограммов. Длина тела анаконды может составлять около 9 метров, а диаметр тела может достигать 30 сантиметров. Они не ядовиты, но используют свою внушительную мышечную силу для того, чтобы сжимать и душить своих жертв, к которым относятся капипабы, олени, кайманы и даже ягуары. Арапайма Арапайма – это гигантская хищная рыба, которая обитает в Амазонке и прилегающей к ней озерах. Экипированные бронированной тешуей, они без особой опаски плавают в водах кишащих пираниями и сами являются довольно эффективными хищниками, питающимися рыбой и время от времени птицей. Арапаймы предпочитают оставаться близко к поверхности, потому что помимо того кислорода, который они получают через жавры из воды, им еще нужно делать глотки воздуха, поднимаясь на поверхность воды. Появляясь на поверхности, они издают характерный звук, похожий на кашель. Длина их тела может достигать 2 метра 70 сантиметров, а вес 90 килограммов. Эти рыбы настолько свирепы, что у них есть зубы даже на языке. Бразильская выдра Бразильские выдры являются самыми крупными пресноводными выдрами. У бразильских выдр самая большая длина тела из всего семейства куньих, а взрослые самцы могут достигать до 2 метров, если измерять от головы до хвоста. Их диета в основном состоит из рыбы и крабов, на которых они охотятся в семейных группах от 3 до 8 особей. Они могут съедать до 4 килограммов морепродуктов в сутки. Тем не менее, многие люди считают их милыми. Но не дайте их миловидности вас обмануть. Они ничуть не безобиднее других существ в этом списке. Были случаи, когда группы бразильских выдр убивали и съедали взрослых анаконд. Они также могут с легкостью убить каймана. В ходе наблюдения за одной из групп бразильских выдр было замечено, что они убили и съели полутораметрового каймана за 45 минут. Обычная ванделия. Амазонка кишит не только гигантами. Маленькие существа, обитающие в ней, не менее ужасны. По крайней мере, если верить историям о них. Обычные ванделии – это маленькие паразитические пресноводные сомики, которые получили известность за то, что залезают в уретру любого глупца, который надумает помочиться в реке. Попав в мочеводящие пути, они крепко застревают там, благодаря шипам, которые растут вдоль их спин. Но, как правило, обычные ванделии паразитируют на рыбах, прикрепляясь к жабрам крупных рыб с помощью шипов на своих спинах и питаясь их кровью. Акулы-быки. Несмотря на то, что акулы-быки, как правило, обитают в соленых водах океана, они прекрасно себя чувствуют и в пресных водах. Были случаи, что они заплывали так далеко по реке Амазонка, что их видели в городе Икитос, в Перу, почти в 4000 километрах от моря. И вы бы точно не захотели повстречать одну из таких рыб в реке. Эти акулы часто достигают до 3 метров в длину, а вес особо крупных особей, пойманных рыбаками, достигал 312 килограммов. Как и у других акул, у акул-быков есть несколько рядов острых треугольных зубов и неимоверно сильные челюсти, обеспечивающие силу укуса в 600 килограммов. Они также совсем не прочь полакомиться человеком, и именно этот вид акул чаще всего нападает на людей. Второе и третье место по нападению на людей занимают тигровые и большие белые акулы. Электрические угри Электрические угри на самом деле находятся в более тесном расцвет с самами, чем с другими угрями. Но вы наверняка не захотите приближаться к ним достаточно близко, чтобы убедиться в этом самостоятельно. Они вырастают до 2,5 метров в длину и могут вырабатывать электрические разряды при помощи особых электрических органов, расположенных вдоль их боков. Эти разряды могут достигать 600 вольт, что в 5 раз больше мощности обычной американской розетки. И достаточно для того, чтобы сбить лошадь с ног. Несмотря на то, что одного разряда недостаточно, чтобы убить здорового взрослого человека, многократные удары могут привести к сердечной или дыхательной недостаточности. И случаи, когда люди теряли сознание и утопали после атаки электрического угря, не так уж и редки. Обыкновенные пираньи Квинтэссенция ужаса реки Мазонка настолько пугающая, что послужила вдохновением для ряда спорных голливудских фильмов. Обыкновенные пираньи на самом деле в первую очередь являются падальщиком. Однако это не значит, что пираньи не нападают на здоровых существ. Они могут дорастать до 30 см в длину и обычно плавают большими группами. Поэтому они представляют весомую угрозу для большинства животных. Как и все виды пираньи, обыкновенные пираньи обладают невероятно острыми зубами, которые расположены в ряд на верхней и нижней челюсти этих рыб. Эти зубы полностью смыкаются, что делают их идеальным оружием для отрывания и раздирания плоти жертвы. Их устрашающая репутация главным образом происходит от лихорадочного поедания, когда целая группа пираньи окружают несчастную жертву и объедают ее плоть до гостей за несколько минут. Скумбриевый гидролик Несмотря на их уменьшительное название, скумбриевый гидролик является свирепым хищником, способным поймать и поглотить рыбу, чей размер равен половине их собственного тела. Учитывая то, что их длина тела может достигать 1 метр 20 сантиметров, это довольно впечатляющий подвиг. Большая часть их рациона состоит из пираний, что должно вам дать некоторое представление о том, насколько свирепыми могут быть эти клыкастые изверки. Из их нижней челюсти растут 2 клыка, которые могут дорасти до 15 сантиметров в длину. Эти клыки они используют для того, чтобы буквально насаживать на них жертву, после того, как бросаются на нее. Бурый паку Одно существо, обитающее в реке Амазонка, гораздо страшнее для мужчин, чем для женщин. Бурый паку – это намного более крупный родственник пираний, хорошо известный по своим отличительным зубам, похожим на человеческие. В отличие от многих других существ в этом списке, паку на самом деле всеядные, и большую часть их диеты составляют фрукты и орехи. К сожалению, для некоторых паку орехи – это не только то, что сыпется с деревьев. Да, вы правильно поняли, было несколько случаев, когда паку откусывали яички у плотцов мужчин. В Папуа, Новой Гвинеи, несколько мужчин умерли после того, как паку принял их гениталии за легкую добычу. Ставь лайк и делись этим видео с друзьями, и будь осторожен, полоская свои орешки в водах Амазонки. Субтитры создавал DimaTorzok